Раз и два, и три, и четыре. Пока школьные каникулы затянулись, первоклассница Юлия разучивает гаммы и играет с другом Аркашей. Но любимый питомец не может заменить живого общения. Мама занята, поэтому подкидывает дочке идею позвонить в библиотеку. Здравствуйте, это библиотека. Здравствуйте, я Юлия Абалова. Мне хочется, чтобы вы прочитали рассказы Носова, не Мишкина каша. Юлечка, скажи, пожалуйста, это вам задали по школьным программам или ты сама интересуешься для себя? Сама интересуюсь. Замечательный выбор. Конечно, подожди минуточку, я такую книжечку найду. Располагайся удобнее, слушай внимательно. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. И так обрадовался, что и сказать нельзя. Сказки по телефону для юных нижегородцев начали читать сотрудники библиотеки автозаводского района. В центральной библиотеке имени Кашевого первый звонок приняла Марина Кузьмина. Я такую кашу сварю, что пальцы облежешь. Юленька, ты меня слышишь? Да. Идея сказок по телефону не нова. У детского писателя Джани Радари была сказка, где папа отправлялся по делам, а его дочка оставалась одна. Тогда ему приходилось звонить ей по телефону и читать сказки. Здесь практически то же самое. Только звонки сотрудники библиотеки автозаводского района принимают с 15 до 17 часов в будние дни. Ребенок или взрослый может позвонить в любое учреждение, номера на ваших экранах и попросить прочитать его любимую сказку или наоборот послушать то, что предложат ему в библиотеке. С выражением как раз мне понравилось, что читают очень. Ребенок, который позвонил, явно хотел слышать то, что запросил. И мы смогли с легкостью удовлетворить его запрос. А потом оказалось, что это им нужно еще и по школьной программе. Кстати, читать сказки детям-библиотекарей будут до окончания карантина. Не исключено, что организуют коллективные прослушивания. Ирина Стефанек, Дарья Кульбакина, Владимир Гайдай и Алексей Завылов. Время новостей.